Девушки отдыхают 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 На тебя сейчас хорошо смотрят. Большой институт. На тебя мы еще дойдем, Вагис, не переживай. И в КМИП они поймали свой уровень хорошего выступления, и в этой студвесне они довели его до идеала. Они показали действительно качественную, мощную театральную постановку с очень мощной актерской игрой. И разбавили это все отличным вокалом, разбавили это все классными танцами, и получилась немоверно классная студенческая весна у КМИПа. Единственное, что было трудно их смотреть, потому что до них еще был Геофак, который хорошо всех впечатлил, хорошо показал свой студвесну, и тут, бац, такое целое представление от КМИПа. Ну, что я, что другие фотографы, что зрители в зале, все уже устали. Не спорю, это было хорошо, это было классно, это было здорово, но устали. Ко второму дню теперь перейдем. Это Институт социально-философских инноваций массовой коммуникации и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Что по нему можешь сказать? Из ФНК. День первокурсника у них был неимоверно классный в сравнении с теми днями первокурсника, которые стояли не до этого. Это спасибо большое Аделе Сидниковой, что она вытянула всю концептную программу на совершенно иной уровень. И, соответственно, когда я приходил на их студвесну, я ожидал чего-то еще более мощного, чего-то более интересного, но этого я не увидел. То есть, как вот они взяли хороший тон на не первокурсника, а такой же тон они и сохранили. То есть, да, хорошо, но ничего интересного, ничего нового, не подчеркнуло. Даже вот не вспомню, какого-то такого номера, который был вот такой. Вау, клево. Ты говоришь, как будто ты уже много лет смотришь в весны. Ну, наверное, так и есть. Четыре с половиной года. Четыре года, ну, в принципе, я так же. И как будто... Просто есть такая мысль, что чем больше ты ждешь, тем меньше ты получаешь, к сожалению. Ну, вот так вот. Да, согласен с этим. Возможно, с этим согласен. Возможно, ожидалось что-то массовое. Возможно, ты не получил чего-то. Ну, вот что ты ожидал от Института социально-философских наук? Ты говорил то, что на пять минут ты все-таки успел забежать. А, это где была канва, видеоканва, там была грустная история. Но начнем с того, что я с дружу со всеми и дружу с людьми, которые это делают, ставят и так далее. Поэтому я не могу говорить про них плохо. Я им сказал в лицо и так далее. Но я... Фисфаку передай привет сейчас. Привет, Фисфак. Привет, Юра. И тут перебивка смеха. Вообще, что хочу сказать. Я зашел на конец, я только успел. И мне показалась очень странная канва, очень странная история. Но я, возможно, видел только развязку. Я вообще думал, что это один из видео, просто оказывается, это вся канва. В общем, ну, я в тот день, я очень сильно устал, потому что мы готовились к своей судьбе сне. И я просто пришел, отдохнул, посмотрел там три-четыре номера вокальных и все. Вот. Я не знаю, в общем, еще не только что-то я не могу сказать, но конец был... Ну, непонятно. Но я скажу, что Айвар, это один из тех, кто ставил, делал это все. Он расстроился. Тот, кто сработался на два фронта в тот день. Да-да-да, он расстроился. И как бы, ну, раз он расстроился, значит, все не очень хорошо было. Ну, хотя, может быть, наоборот, я не могу ничего сказать. Хорошо. Но по видеоконве вообще, в целом, как вам такой именно ход событий? Потому что из Ньюг всегда славится свой видеоконвой. Что День первокурсника 2014 года, когда там в Париже они даже снимали и показывали, как некая мадам путешествует там, но в итоге ничего понятного не было. Причем она здесь, выпускница с первошами, ничего не задействовали. Так и сейчас на студвесне. Видеоконва тоже. Ну, вообще, я к видеоконве не очень хорошо отношусь. Когда-то это было круто, когда была мода, ну, у всех появились зеркальные фотоаппараты, и все начали круто снимать, и тогда было реально хорошо. А сейчас, просто если снимать видеоконву, то нужно это делать качественно, потому что сейчас все возможности есть, у всех есть хорошие камеры, даже в аренду можно взять, ну, грубо говоря, и снять качественно, действительно. Можно даже попросить кого-то, потому что у нас в КФУ точно есть люди, которые очень хорошо снимают. Вот, и я знаю, что, ну, неплохой пример ему, например, международные отношения, они сняли, у них была полувидеоконва и еще театральная, вот. Поэтому там видео снято было неплохо, и поэтому смотрелось все, в принципе, неплохо. Вот, вот это, хороший пример видеоконвы, это вот ему в этом году. То есть тебе не хватило технической части на видео? Ну, да, кстати. Вот, я хочу сказать, что вот сейчас, вот, в 2017 году есть возможность снимать хорошо, и у всех она есть, но почему-то снимают плохо, ну, вот, серьезно. Это грустно, это меня, мне грустно от этого, правда? Ну, да, до качественных съемок, до ваших клипов мы еще доберемся. Клип от эконома. Ну, клип от эконома. Я не могу их комментировать. Где, кстати, вот, сразу перейду к нему, причем там был и мой Ив. Да, да, мы, я... Что, да, почему он там был? Еще раз скажу, мы со всеми дружим, мы дружим со всеми. И мой Ив, это тоже наши друзья, и, естественно, мы, если нужно помочь, мы помогаем. Но у нас есть конкуренция, потому что мы большие институты, но в жизни мы, естественно, друзья. То есть для себя вы и мой Ив выделяете больше, чем остальные институты, по сути? Нет, нет, почему? Что у вас с ним и больше конкуренции, и больше любви. Именно они же у тебя на видео присутствовали. Объясняю. За несколько, ну да, это так получилось, просто уже несколько лет. Мы и дружим, и одно время у нас конкуренция идет. Потому что, ну, как все говорят, я сейчас не буду говорить, что мы там... Говори о тебе. Говори о тебе просто. ...делаем хорошо и так далее. Но просто есть же мнение, что и жюри к нам относятся так, как к профессионалам, они так говорят сами. И поэтому и у нас, и у Имаиф спрос большой с нас, качественный, поэтому мы конкурируем между собой. Почему был Имаиф у нас в видео? Потому что третий человек, третий студент, его зовут Булат, он учится как раз-таки на институте международных отношений. И он помогал писать именно это видео, потому что они с Эльдаром играют в одной команде КЛН. Вот, вот и все. И он сам, грубо говоря, сам себя... То есть, по сути, по праву участия в съемках видео... Ну, и он и упомянул, но и в то же время как-то нас это повеселило. Кстати, там ничего плохого, мы про них не говорили. Мы не спорим, что... Да, да, да. А самое странное, что Имаиф, некоторые из них, подумали, что мы их как-то задели, оскорбили. Хотя там, наоборот, мы как-то говорим, что у нас учиться сложно. Там даже шутка в сторону эконома идет, а не Имаиф. Да, что у нас сложный, лучше в Имаифу поступил. Потому что у нас, видишь, там человек не может сдать, ну, грубо говоря. Они восприняли... Да эти были мама, мама советовала. Да, мама, мама, великий человек. А тут, ну, я не понимаю, ну, что и пойдет. Да, ну, видос получилось очень хорошим, ну, обращайся. Да, институт международных отношений. Пожалуйста, не обижайтесь, не обижайтесь. Эта шутка никак не задела вас в плохом смысле. Ладно, мы немножко, по-моему, ушли от демы. Но все равно мне нравится, смотри, как Вагис у нас раскаивается на каждом выпуске. Да, да. Он пытается быть максимально толерантливым, это правильно. Да. Ну что ж, продолжаем, Галопом, по дням. Третий день. Про ВМК. Мы забыли поговорить. Да, кстати, про ВМК. Про ВМК. Ну, уж... ВМК всегда славились своей студ весной. Всегда. То есть всем известно то, что ВМК, они не уделяли особого внимания своим днем первокурсника. Потому что, когда шел фестиваль Днем первокурсника, ВМК уже готовили студ весну. И студ весны всегда были насыщенными, полными звезд нашего Казанского Федерального. Были очень смешные стемы. Это вот тот самый стем с котятами, помнишь? С выбором религии. Это вообще же была бомба просто. Вот. А в этом году ВМК, ну, опять же, просто студ весна. То есть, я... Ну, ты вспомнишь какую-нибудь интересную такую шутку на их выступлении? Или что-то такое вот бомбезное? Я могу только вспомнить, как их зам по социально-настоящей работе смотрел национальные клипы. Да, вот. Да, вот все, больше ничего. Ну, и Бонни и Клайда, потому что слишком много... Ну, Бонни и Клайд, вот. Бонни и Клайд, это уже, знаешь, такие вот немножко пошли пережитки и старых выступлений, старых студ весен, когда вот театрон просто сиял и порхал на сцене уникса. Вот студ весны прошлого года, ведь на каждом выступлении каждого института они были, театрон. Вот театрон выступил, кто у них еще вот такие выступали? Как зовут-то Доминанта, Доминанта, наши дорогие любимые девочки, которые могут и поют. Вот, то есть, ну, студ весна, студ весной, а чего-то не хватило, чем-то так вот дожать. Опять тебе не хватило чего-то. Ну, вот так вот, я уже вот жадный, зажравшийся вот на все эти выступления. Я, к сожалению, в этом году не видел ВМК, но я как бы знаю, что они всегда делают хорошо. Я просто, почему, чтобы не думать, что это лично мое мнение, я пообщался с одним интересным человечком с ВМК, он был один из членов студсовета 13-14 годов, потом ушел по своим личным причинам и вот сейчас вернулся. И вот мы с ним перекинулись пару словами, пообщались, вот как было раньше, как и сейчас. У нас было то, что, да, какой-то потерялся азарт, скорее всего, потому что ушли старички, новенького после себя никого не оставили на нормальной должности и все. И поэтому уровень немножко спал. Да, хорошо было, но не так, как раньше в соотношении с другими институтами. То есть мы с ним пообщались, мы пришли к одному мнению, я думаю, оно имеет место быть. Ну, возможно. Что, какие вообще институты можете для себя выделить? Институт управления экономикой и финансовой. Это понятно, это понятно, я тебя сразу перебью. А вот помимо своего института, я тоже могу сказать, для меня институт социально-философской лунки массовой коммуникации лучший. Они лучше всех сделают. Психи! Я выделю психов. Да, я тоже. Психвак, я думаю, выделят все. Да. Но они всегда выделялись. Но в этот... В этом году они выделялись. В этот раз это видно по тебе. Да. Где волосы? Именно в этот день выпали волосы у меня. И с вот такой шевелюрой встал вот в такую. Это все из-за института психологии. И образования. Ну, давайте тогда по психфаку поговорим. Что можете о нем сказать? Ну, это было что-то невероятное. Нет, честно. Я не понял мысли. Я им это лично сказал и так далее. Но они всегда гнут свою линию. Возможно, это хорошо. Что, типа, они, грубо говоря, только профессии. Они какие-то такие свои замуки. Они в начале весны говорят, что мы немножко другие. Ну, это, возможно, все это оправдывает, конечно. Но просто... Я не знаю. Я не считаю, что хорошо, когда ты гнешь свою линию. Мне кажется, лучше все-таки делать это как-то и для зрителей, и когда все понятно, и для жюри. Ну, это мое мнение. В принципе, странно, очень странно. Но были хорошие моменты, которые можно было выделить. Например, худ слова. Очень хороших условий. К сожалению, у них беговая дорожка не сработала до конца. Нет, беговая дорожка сработала, ее потом выключили. Ну, она выключилась сама. Да? Сломалась, да, мне сказали. Вот, поэтому... А так, худ слово мне очень понравилось. Вот. Все. Психи есть психи. Я даже когда в гримерке ходил, искал, спрашиваю, здесь юрфак или психи? Психи! Все нормально. Они довольны собой, все отлично. Я вообще... Я ожидал какого-то бреда. Я ожидал от них какой-то чуши, от которой мне будет кайфово. Они порадовали меня полностью от и до. Я был доволен полностью всей их концертной программы. Не понимаю, почему другие люди не понимают, что у них происходило на сцене. Мне было... Мне нравилось все. Абсолютно весь тот цирк, который они показали, ту кадру, которую они преподнесли, как это было смешно и бредово. Извините меня, когда выходит целая толпа людей с такими кустарно, но хорошо сделанными масками коней, все, я доволен. Это уже смешно, это уже... Которых кормили. Которых кормили реально сеном и ходил мужик с хлыстом, бил, это замечательно было просто. То есть вот... Мне сейчас понравилось, как ты говоришь, это просто было замечательно, с хлыстом ходил. Я хочу еще что отметить, вообще и касательно психфака и вообще остальных институтов. Вы заметили, что когда происходит техническая лажа на сцене, сейчас люди уже не теряются. То есть вот на каком-то из институтов тоже было, у девчонки микрофон три раза меняли, только на третий раз микрофон принесли нормальный. Она не стеснялась, она пела. Без микрофона просто пела как пыльно. Это на ИТИСе было. На ИТИСе это было, да. Сейчас мы можем наблюдать. У психологов что было? Вышли три девочки петь, у них микрофоны не работают. И я просто вот заметил, вот момент, они так вот взяли, переглянулись, поем, поем и давай петь Акапельно. Нормально, хорошо. У них музыка вот не играла. Микрофон не играли, а вот музыка... И они, ну да, не включился вроде, потом пошел. Да, у них вот музыки не было. Они дачили петь Акапельно. И это было настолько классно, это было настолько здорово, что я даже думал, если даже сейчас музыку подключить, все это сделать... Она уже не нужна. Девчата уже зал подняли, хорошо, насчет уровня и ФМК. Что по нему скажем? Хорошо. И все, да? Ну, преми... Ну, и ФМК... Все, спасибо. Все говорят там, ой, почему постоянно Гран-при. На самом деле, это примеры хорошей работы. Люди на парах танцуют. Ну, серьезно, они же учатся на это все. И они показывают хорошие примеры, которые нужно делать. Грубо говоря, попробуй перетанцевать танцора. Ну, да, да. Перепеть вокалистам. И они делают качественно. Единственное, что, как бы, лично мое мнение, очень было много народного, очень слишком много народного блока, ну, прям, очень много народного. Татарский, русский, русский, татарский, еще много-много всего. Ну, кем и славян ФМК, то, что у них такой вот именно колорит всего. Ну, не так много. Да всегда так было. Я устал, устал реально. Всегда оно так и было, поверьте. Ты что, они всегда такой вот колоритный. Я знаю, но я вот в этом... Вот, смотри, вот он говорит, он устал, и мы переходим к следующей теме. Почему ты провел свою студвесну, как последний концерт Аллы Пугачевой? Ага. Что это было? Что, да, действительно, что за прощание с публикой было? Что у тебя, что у Юшко и... Забыл его. Илья. Илья, да. Мы, ну, потому что мы все выпускники уже. Я на четвертом курсе, Валентин на первом курсе медикстратуры, что-то странно. Да кто вас отпустит отсюда? Вот. Хорошо сказано. Не будут они больше выступать. Ага. Но, как бы, на самом деле, планы непонятные пока, честно говоря. Поэтому мы попрощались. Вы заранее решили попрощаться со всей публикой и... Ну, потому что, возможно, тот вариант, что мы просто не будем больше уже этим заниматься. Нет, ну ладно, ну, Валентин. Валентину еще как минимум год учиться на магистратуре. Вот это к нему вопрос, пожалуйста. Это к нему, серьезно. Я заканчиваю в этом году... Я заканчиваю, я сваливаю, я попрощался. Да что, Валентин приписался ко мне, не знаю. Нет, не так уж. Что вы, что вы, что вы прям несете тут мне, а? Нет, ну, я просто за себя могу сказать. Вот, за Илью тоже могу сказать. Потому что он тоже заканчивает. Он уже... У него другие интересы стали и так далее. А Валентин, вот про Валентина тоже интересно мне. Но посмотрим. Но как он говорит сейчас, что он не хочет ставить. И, ну, у него тоже другие интересы, другие планы. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Неужели эконом будет ниже своих основных позиций в следующем году, так как Великая Троица? Как ВМК, да? То есть ты об этом могу сказать. Нет, на самом деле... Нет, а вот честно, вот вы оставили какой-то костяк после себя. Вот вы уйдете, и есть ли какие-то люди, которые могут вас подменить все целые полностью? Британов не в счет. Я говорю, очень много ругались, очень много. Прям было ссор и конфликтов. Но в итоге все сделали вроде нормально. Ну, как жюри сказали, по крайней мере. Вот. И мы стараемся, старались сделать так, чтобы пусть на что-то осталось. И у нас действительно есть много людей, которые могут это сделать. Ну что ж, большое спасибо вам за мнение. Напоминаю то, что сегодня у меня в гостях был фотограф группы Мяу. Сей студенческой весны 2017 Казанского федерального университета Никита Тахтасинов. И режиссер-постановщик Института управления экономики и финансов Ваги Саюпов. Ребята, большое спасибо, что поделились со своим мнением. Ну, а мы еще увидимся с вами и ждем голоконцертов. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.